Фамилия Драковича Слега Ивановича. Сегодня 27 февраля. Родился я в 1925 году в Белоруссии. Там вырос, учился. Началась война в 1941 году. Я был студентом, закончил второй курс техникума. И там остался на оккупированной территории. Потом в начале был связан с партизанским отрядом, потом ушел в партизанский отряд. Там воевал. Ходил бы заранее. Было тоже обыкнуть. Трудно. Идешь на задание не по дорогам, как растислено. А зимой по колено с них идешь по этой целине. И надо пройти метр 15-20 за ночь. Трудно было. Всякие были трудности. Когда я ушел в партизанский отряд, до моей деревни, где я жил, Немцы сидели целыми ночами, чтобы поймать меня. Я приходил, там был мой двоюродный дядя. Он был наш связной. Вот я к нему приходил, нам там связи не сообщал или другие вещи. Медикаменты иногда передавал. И вот они около его дома караулили. Засада была, чтобы поймать. И вот как-то все... Я пришел, помню, раз. А они... Как ты пришел? Как ты пришел? Обыкновенно говорили. Нас было трое. Ну а потом ходили на задания мы. Минск-Москва. Минск-Москва. Железная дорога. И между железной дорогой и параллельно, и шоссейная дорога. Проходит тоже Минск-Москва. А потом она идет на запад. Туда, до Бреста. И пошло. Как-то там. Мы выходили на эти дороги. Взрывали. Закладывали. Взрывчатые вещества. Ряды. Мины под рейсы. Они поезда в последние уже годы ходили очень медленно. Немецкие. Потому что если на большой скорости, то он тогда весь летит под откос. А так, то паровоз и там первые два-три вагона повреждали. А вот они в этот день уже пять шаги. Ну вот. Тоже ходили. Музыщаты. Музыщаты. Вот. В январе 44-го года мы пошли в раздетку четыре человека. Я был тогда в разведке. Вот. Ну я был еще совсем взрослым. А до войны дети росли медленно. Вы знаете. Я вырос уже в армии. Когда закончилась война, я сразу вытянулся. А так, когда меня в армию соединились мы с армией, с страшной армией. Да? Партизанской армией. Вот. И я... Меня призвали в армию. Я пошел в армию. Так, ну это... Подбирали мне аммодирование. Гимнастерку не могли подобрать. Все было велико для меня. И мне дали жертву. Гимнастерку. Вот мы в январе пошли на задание в Читлеров. Там река Березина у нас. Из истории, вы наверное знаете, на Березине было сражение с Наполеоном в 1912 год. Это там деревня Студенка. И вот на этой... И сейчас там памятники, где похоронены и наши солдаты, нашим солдатам и наполеоновским солдатам. Вот. И вот на этой реке, на правом берегу Березины немцы строили уже укрепление. Они уже чувствовали, что придется им бежать. И вот мы пошли разведать, что они там делают. заснять, сделать чертежки, рисунки там. Вот для Красной Армии. Вот. Было... А это было... Не помню, какой день был. Но, по крайней мере, мы пришли туда, на это место. Утром. Вечером. Утром. Но рано. Утром. Ночь. Мы шли. И вот ждем, что они должны прийти. Рабочие. Рабочие, и немцы, и охранники там, и вся. Нету, 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 нету. Мы, наверное, думаем, не придут. Что-то у них случится. Ну и пошли. Пошли. Вот. По просеке. По лесу, которая была, да. По просеке пошли. Отошли, наверное, километр два. Ага. Оглянулись. И слышал выстрел. Они вышли на эту просеку, немцы, и увидели нас. Мы свернули уже, да. Отошли немного. И вот остановились. Яйца хотели у нас. Кое-что там в кармане было. Покушали. Вот. Сели, кушали. И вот смотрим. Ага. Только мы расположили. И откуда они возьмись, едут три подводы на санях, да. На лошлях. Немцы. Полицаи и немцы. Там рядом гарнизон был их, в деревне. И мы, и у них собака. Так мы раньше заметили их, чем и их собака. Они даже уже, да. А ну, что-то. Ну их было много. А нас, то четыре человека. Мы быстро, вот. И как, не знаю, как это получилось, что два, я и командир розетки, в одну сторону убежали. А два наших товарища в другую сторону. Вот. Мы, они эти, значит, тех не заметили, а знаний, этот, они, когда опомнились, мы по нему открыли огонь. Там у него замешательник-то был, там раненый что-ли, битый. Потом наши друзья там видели. Вот. И мы вдвоем с ним рванули в другую сторону. Вот. Пробежали. А там и выбежали на поле. Деревня и поле. Лес. И тут пахотная земля, да. Снег. Я, этот, мы были в белых москалотах, чтобы не видно было. И вот, сиди, если ты видел, впереди нас, куда нам надо было бежать, оттуда вдруг едут еще немцы. Понимаете? Да. А те, которые за нами гнались, мы их не видели еще. Они, знаете, это опоздали. Ну, нам никуда, деваться некуда. Мы, это, легли, притаились. Лежим. Приготовились. Будем, это, это, вести бой. И тут деваться некуда. И вот они шли, шли. Потом, и эти, которые за нами гнались, они и тут встречаются. Не дошли, они до нас, ну, метров сорок-пятьдесят. Так это святил. И они раз, поворачивают в лес, а там проходит дорога, которая, она, это, от поля, ну, наверное, на тридцать-сорок метров тоже. Так, проходит сам на дорогу. Они, говорят, поворачивают и встречаются с теми. Ага. Они говорят, партизан, партизан, там что мы слышали. Да. Мы не живы. Они прошли и поехали. И вы понимаете, если бы мы струсили, да, друг, не выдержали, ну, надо бы, конечно, как это. Ну, мы бы, у нас уже приготовлены были для себя гранаты, мы, значит, даем боя потом себя, потому что они же партизаны не брали в плен. А если брали, то они же мучили там такие, да, страшные муки. Вот. Вот. И, значит, потом они как проехали, мы подождали немного, и через лес свет и ушли, глубже в лес. Стали ждать, те двоих не можем ждать, ага, подождали, стало темнеть. Ждем, ждем, ждем. Потом видим, два человека идет, издалека заметили. Ну, в темном уже стало, но все-таки видно, что тени идут. А оказалось, что наши двое, они в другую сторону бросились, и они их не заметили, понимаете, несмотря на то, что следы же по снегу, я не знаю, как они их не заметили, да. Вот. И они пришли, встречались мы, пришли, они рассказывают, что говорят. Мы в другую сторону побежали, под елками спрятались там, ели такие небольшие были. И они под елочками спрятались и выждали, пока они упущены. Ага. Говорят, мы подошли, они там, на том месте, где были, значит, кровь там, значит, видимо, раненые были и убитые. Чего-то я не знаю, сколько там их было. Вот. Ну, много было тогда, три года, это там человек по пять на каждом санях ехал их. Вот. Вот это был такой случай, что прямо… Ну, это вот сейчас ты, когда думаешь, ну, как я мог все это совершить, да? Вот. Вот. Сейчас, наверное, ни за что это занять городу. Ни за что. А вот, да, а в боевой обстановке там ведь не думаешь ни о чем-то, что там, убьют или все-таки некое там было. Ну, потом пришли мы домой, да, все там доложили. И обыкновенно и никто, и забыли в этом случае, да, никто и даже не… Кто там… Кто там… Кто там… Ни газет, ничего же там не было там. Ну, потом уже ходили на другие задания. Весной… Весной это было, по-моему, пятого, четвертого июня. И вот в июне немцы уже готовились, видимо, отступать. И они бросили против партизанских отрядов огромную армию. Сняли с фронта, видимо, из Запада прогоняли. И нас загнали в болото. Такое болото. Там… Там… Вода. В начале июня еще вода холодная. И вот мы там… Потом уже вышли с окружения, пробились и соединились с Красной армией. И от скорости пошел, призвали меня в армию. И там кто-нибудь был, таких ребят молодых, они взяли в учебную роту. А меня говорят, нет, ты пойдешь уже в маршевую роту. Нас рот. Да. Ну, я пришел с вами, пришел в роту. Нас рот попал. Это было… Я уже попал на литвовскую территорию, в Литву, при Балтике. Меня туда… Их уже оттеснили, они туда убежали. Там вот взялась фронтовая жизнь. Там уже… Там уже было… Вот, знаете, в марте месяце, там, при Балтике, немецкие траншеи, они заполнены водой. Вот мы заняли эти траншеи, а вот ноги-то туда в грязь вяжут, мокрые. А выйти, вылезти нельзя, потому что… Днем-то сразу тебе снимет снайпер. И вот Ромин… Он мерзли, а стоишь на одной ноге, потом меняешь ногу, вытянешь эту… Дождались темна, и вот там мы втроем с ребятками пошли. Мы увидели в нем, где Солома далеко, да, передний край. А Солома была из Кирна. Мы пошли, Соломы привезли, поселили. Как нам согрелись, так тепло было вот эти Соловки. Ну, потом уже ранило меня в первый раз в Литве. Мы меня форсировали. Там… Город… Река Лелуба. Лелуба, как он называется. Она, правда, не глубокая. Мы… Ну, вот эти порты. Переходили ее, продоливали. Там меня ранило. Вот. Ну, вот такое, осколочное ранение было. Вот. Бедро и лопатку сзади. В госпитале месяц пролежал. В госпитале и снова часть. Уже попал в другую часть. Это была Восточная Круссия. Кюнисберг. Сейчас город Калининград. Стояли метали. Стояли метали. Оборвали. Потом… В апреле месяце. В апреле месяце. Пятого, помню. Пятого апреля. В апреле. Начали наступление. На Кинезберг. Вот. Шли. А там, ну, перед городом. Такие укрепления были. Вот как, скажем, вот этот наш дом, да, он в земле залит, а стены тут не такие, там толстые, больше метра, наверное, толстые не такие. И вот на нашем пути выпал такой форт, а не форты называются, форт. Вот мы должны были его, значит, каким-то образом освободить, а там был гарнизон, а не спрятать сняться. Там были много раненых, там больше сотни раненых были, и строевые, которые на хрелях. Вот подошли мы к нему, а кругу вода, сделан канал кругом, и только мостик в этой двери. На нем, вот сверху, как бы на крыше, да, росли столетние липы, деревья такие, форты были сделаны, что-то там, когда, столетие с ним лет тому назад. Ну вот, знаете, потом пришли, подошли мы, окружили его, они стреляют, да, в этих, в нем было еще. Потом, смотрим, пришли два, три человека, а три человека, два наших и немец, с лошками, с парламентами, да, чтобы зайти туда, к ним, и чтобы они сдались в пленку. Ну, потому что, вот смотрим, они пошли, не стреляют, в них не стреляют. Открыли дверь, и они зашли туда. И вот мы ждем, 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 прошло, наверное, час, может быть, чуть побольше, вышли, говорят, что они, комендант этой крепости, дал согласие сдаться в пленку, всем. Мы соберемся и выйдем, строим. И вот мы ждем. И как все, нет, прошло время назначенное, они еще не выходят. Команда, штурм, только мы поднялись, смотрят, открылись дверь, и они строят, выходят. Идут, эти солдаты улыбаются, кто там, часы у нас им некоторые давали, чтобы какой-то свинец тебе, да. И показали, где сложить оружие, и складывают ровно, все, да. Сложили, и их уделили. А мы остались на местах. Приехал как раз, кухня приехала, мы же целый день ничего не было во рту, дали нам это пару ужинать. И потом, а когда еще в обороне стояли, у нашей командира взвода моего убили. А я был тогда уже полком взвода, заместителем, значит, командира взвода. А лейтенант был, командир взвода. И вот, этот, я уж, меня позвали в штаб батальона, я был даже комсомер, в роте, уже, там, да, комсомер в роте. Вот меня позвали в батальон, там, боевой листок что-то мы его выпускали. Я там был, потом прихожу, говорят, командира нашего убили. А вот там стоял вагон, знаете, вот, железная дорога проходила, вагон стоял, товарный. Он взял, залез в этот вагон, лег и лежал там. И начался артобстрел, снаряды рвались, и осколком его убил. И вот я уже остался, как раз в скорости пошли мы в наступление, штурмовать Кенисберг этот, да. Вот, я уже был там тогда за командира взвода, потому что командира нашего убили. Ну, и когда с этого спорта от себя освободились, командование разрешило зайти нам несколько человек, вот я, потом командир роте там был наш, у нас капитан Бловикус, вода со Смоленшими. И что там ребята посмотреть, что там за форт опять, что за укрепление. А там зашли, там лежат раненые немцы. ничего не посмотрели вот если пришлось штурмовать кошмар там это такие стены и тоже не пробьешь это в них там стояли пулеметы пушки легковые взяли а потом уже пошли дальше штурмовать перед кинезбергом лес вот мы подошли к этому лесу и начали в лесу на деревьях сидели снайперы там земле в траншеях были эти огневые точки пулеметы и вот на нашем пути попался огневая точка пригласил там позвал нас еще одного человека говорит надо вот уничтожить эту пойдете пойдем и мы гранатами подползли поближе и забросали гранатами один был старший сержант и я и не знаю там сколько их было в огневой точке ну один парнишка выскочил оттуда когда с пулеметом и бежит бежит они по ним и по нему стреляют а вот мы его тут он побежал там мы его сюда скорее скорее вот это привели к земле привели плачет мальчик ему было шестнадцать что ли или пятнадцать лет он говорит мой папа коммунист мой папа коммунист ну мы его провели этот на командный пункт роты к этому командиру роты вот взяли плен этого мальчишку взял у него этот пулемет об дерево стукнул его и в эту глубокую траншею в воду бросил а ему иди вот туда там тебя возьмут в плен и он пошел я не знаю дошел конечно потом мы пошли дальше в город вот там завязался бой там были и даже женские батальоны были они немки тоже дрались вот у меня кинезберге в городе ранило тоже увезли меня в госпиталь городишко и вот тогда назывался кранц кто говорил гранц кто кранц но сейчас он на берегу балтийского моря от него там начинается коса идет такая песчаная через море вот там в госпитале и вот я вышел куда идти и вот 25 дней я там пролежал меня так выписали тоже не очень сильно было и я пошел вот ты найдешь свою часть я говорю найду а я не знал где и вот я вышел куда идти не знаю машины военные ходят там везут припасы я под него руками вот спрашиваю ну и вот такую часть знаете кто да вот там вроде где-то там ну я так правда попал все таки ехала машина в свою часть и это уже было город сейчас он называется балтийск а тогда назывался пилал это военно-морская база вот ну и и я туда приехал а в роте осталось командир роты вот старшина роты и что-то по-моему два что ли солдата и вся рота и я значит меня они встретили а это уже было тридцаном первым маем и там на берегу этого Балтийского моря мы в землянках немецких они остановились и вот мы там в этой землянке жили потом первого мая мы там смотрим за за Балтийским этим заливом Килиберским заливом а что-то стреляют ракеты там салютуют оказалось что тогда Берлин пал как раз вот это ой да сколько было ну и мы стояли там подождали вот еще неделю они вроде собирался высадиться это дешант там но мы заняли оборону на берегу были у них укрепления такие пушки стояли стволы наверное вот ну почему это такие длинные стволы толстые и вот они все взорвали в этот в ствол этот заряд взрыв и они как цветочки такие стояли все пушки взорвали ну вот там потом ночью мы даже там кто на пасу стояли дежурили а кто спали мы вот этот капитан политработник забирает к нам в эту землянку мяшку пусть мы спите победа я думаю ой жадость была выскочили все а вот перед этим там на немецком аэродроме аэродроме нам принесли ракет сигнальных и вот давай пошли митинг организовали День Победы и вот на этом кончилось тогда там потом остались мы до осени что восточное просим потом переехали в город Козельск это Калужская область вот там там жить потом я попал в эту саму в Москву там служил в Москве с Москвы на Смоленщину опять там был гарнизон в Смоленщине со Смоленщине переехали опять в Подмосковье в Голицыно нашу потом с Голицыно в Тбилиси в Грузию вот а уже с Грузии приехали мы в Самару вот в Самаре здесь я мне пришлось служить аж до пятьдесят первого года старшего возраста до 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 Продолжение следует...